Дорогие друзья, добрый день! Началась новая трудовая неделя. Это я, Сергей Стилавин из медиа-студии газеты «Известия». И мы продолжаем смотреть французский документальный фильм. Нет, мой документальный фильм о том, как мы с товарищами блогерами и с туристами профессиональными ездили путешествовать по Франции. Прошу внимания на экран, вы узнаете много интересного, исторического, культурного, социального наследия этой прекрасной страны. И, друзья, только что узнали у Зои, что, оказывается, у королей был специальный человек, который у монарха. В Средней Европе, практически до конца 18-го столетия, был человек, который занимался, у него специальная должность была. Они как раз вытирали одно место после, как бы, ну, спрашивания туалета. Не только там, как бы, все вытиралось и, как говорится, вот так. А что, сам монарх не мог трогать свою попу? Ну, это была отдельная должность, которая была очень почетной. Серьезно? И очень много, господа, состояний. А как по-французски эта должность? И, так сказать, очень много состояний сделалось благодаря именно вот этой самой профессии. Серьезно? Потому что, особенно если короли были приятного драма, как Франциск Первый, были довольны. Горан, мне кажется, мечтает завести такого себе. Человек, оказавшийся в нужное время, в нужном месте. Да, да, да. Вот, это самое главное. Это самое главное. Холодные зимы, про холодные зимы. Начало 18-го столетия становилось очень трескучими морозами по всей Европе, доходило до минус 20-ти, господа. Именно поэтому стали, так сказать, выдавливать такие вот небольшие ниши, они называются альков, происходит от испанского слова алькоба, что в переводе обозначает спальня. А она занавешивалась, да? Занавешивалась, и сами кровати тоже занавешивались. А это вот кровать или гром? Нет, это так называемый моряжный сундук, то есть свадебный сундук, который у нас с вами датируется началом 16-го столетия. А что туда клали? Девушка, которая выходила за уши, она приносила в качестве придала также и постельное белье, которое она ткала, начиная еще с возраста 10-11 лет. Но Миша не глубокая, она где-то метра, наверное, полтора, да, вот в глубину? Вы знаете, было много таких моряжных сундуков, это не один, который она приносила, это как бы один из... А каким образом альков стал символом любви, вот потом? Это же для обогрева, да? Ну да, но дело в том, что вы сами понимаете, что в алькове находились кровати, а в основном чаще всего где-то, так сказать, занимались любовью. И туда под габелем ныряла в холодную зимнюю ночь грелка. Грелка, причем это были какие грелки? Несовременные? Это у нас были кирпичи? Да я нет, я про женщину. А, я не поняла. Реставрация. Это реставрация? Это все реставрация. Почему? Поскольку во время революции здесь было все разграблено, это раз. Как? Во время революции здесь использовался замок как склад под оружие, и первоначально его вообще хотели снести с лица земли, то есть, потому что это символ тайской власти, вы сами понимаете. Но, когда начали сносить, поняли, что это, так сказать, за потерьщик. Дорого. Дорого. Поэтому решили оставить. Вопрос. Это ведь женская спальня, да? Это женские апартаменты. Это у нас с вами маленькая, так сказать, комната для камеристки, которую мы только что прошли, а это уже парадная спальня. Вопрос. В любой женской спальне есть зеркало. Почему здесь? Здесь как вообще они накладывали грим, косметику, они пользуются? Во-первых, здесь находится много потайных комнат, которые мы с вами не видим, поскольку они все закрыты гобеленами. И вот в этих маленьких, они очень маленькие комнатки, там где-то, ну, может быть, 4-5 метров максимум, там как раз находились и гардеробные, и, так сказать, туалетные комнаты для, так сказать, женской, да и мужской, скорее, тоже. Зоя, ну, а серьезно, они пользуются тогда косметикой вот в те времена? Косметикой очень сильно пользуются, и косметикой начали пользоваться, извините меня, еще в Римской империи, даже в Римской республике. Женщины, сейчас все расскажу, женщины всегда были красивыми, хотели быть, поэтому всегда пользовались. Давайте с вами поговорим о портретах, они наиболее интересны. У нас с вами, посмотрите, пожалуйста, как раз вот мать Людовика XIV, это у нас Анна Австрийская, господа, а напротив нее смотрит ее теща. Это у нас с вами Мария Митча. Мария Митча, это вторая супруга Генриха IV Наваррского. Генрих IV Наваррский, да, вы все знаете, кто это такой, он первым браком женился, был, как бы, вынужден, так сказать, жениться на королеве Марго. Помните, это дочь Генриха II и Екатерины Митча. Как раз они поженились в Воломеевскую, так сказать, ночь, там буквально пять дней прошло, 23 августа... Народ гулял как раз. Да, 23 августа 1572 года они поженились, а, так сказать, затем буквально через четыре дня разразилась, так сказать, Воломеевская ночь. И когда уже, как бы, Генрих IV Наваррский сел на французский престол, он уже 18 лет не жил своей супругой. 18 лет? 18 лет, да. Причем она была поставлена в очень жесткие условия, он содержал ее в очень плохом замке, это находится на юге Франции, в горах. Так? Супругу надо содержать только в хорошем замке. Ну вы хоть скажите, она хоть, ну вот мужчин-то у нее были эти 18 лет? Она только этим тобой занималась, потому что больше там заниматься было нечего. Замок плохой, но мужчины были. Потерянный в горах замок, абсолютно содержание, плохо отапливое содержание было очень скудное, вот, поэтому, так сказать, она там страдала. И когда он садится на престол, он пытается с ней развестись, она, так сказать, как бы не соглашается, но в конце концов она дал свое согласие. И уже затем в 1600 году он женится на Марии Медичи. Это вот она? Портрет, нет, там в черном полная такая, но она же итальянка, это нормально, что она полная. Он женится на ней, ей в этот момент было 27 лет, господа. Когда вот этот портрет написан? Нет, 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 это она уже как бы королевым, уже вдовствующий, так сказать, она уже потеряла своего супруга. Так вот, на момент свадьбы и 27 лет, господа, она оказалась очень плодовитой, в Медичи не подкачали в этом плане, как никогда не подкачивали. Вот, сразу... Ну-ка подкачай-ка мне. Так сказать, первым ребенком был будущий Ридолик 13, затем были, так сказать, вот Гастона Орлеанский, потом были девочки, и одна из дочерей, кстати, будет затем испанской королевой. И именно она, самая как бы вот сестра Людовика 13-го, родит Мэри Турезио, которая выйдет замуж с двоюродным братом. И вообще история у нас с вами, извините меня, вот франко-испанского дома, начиная как раз вот с 17-го столетия, это весь век до смерти Людовика 14-го, это как бы, ну, родственные, родственные, как это скажем, когда они женились на родственников. Кровосмешение. Вот, 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 то есть, грубо говоря, они все, они постоянно менялись принцессами, скажем, так сказать, испанский король брал французскую принцессу, и французский король брал испанскую инфанцию. И так каждый вечер, записывайте, пожалуйста. Да, 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 король, он комментирует. Все, что мы с вами видим, это реставрация, но абсолютно точно в свой процент, в свой процент, в свой интерьер, который действительно был, три монахи. Почему? И вот заборчик такой был? Обязательно, вы его обязательно увидите еще в Версалии, так сказать, и других резидентных французских королей, начиная с 24-го. Дело в том, что один из владельцев замка, его звали Морисакси, чей бюст вы видите на великолепном столике в Сильдуико 15-го. Как вы можете всегда узнать Сильдуико 15-го, господа? Сильдуико 15-го это мраморная столица, да, так сказать, ни при 14-м, ни при 16-м, в Слешнице не было. И вот этот самый Морисакси, я сейчас расскажу тоже, кто это такой, он прекрасно арестовал. И он сделал наброски как раз вот в тех самых комнат, которые, кстати, здесь были еще при Львовике 14-м. Именно поэтому до нас дошла вот эта вот самая комната, но это, конечно, уже 20-е столетия. Посмотрите, пожалуйста, у нас с вами великолепная кровать. Это опять же у нас с вами кровать, которая датируется эпоху Львовика 14-го, но не оригинальная, не та, на которой спал монарх. И вы видите такой у меня большой бордюрчик. С правой, с левой стороны бордюрчик открывается. И в 7 часов утра начинается утренний туалет монарха страны. Среди туалет присутствует, при том, как его одевают. Да, то есть, грубо говоря, с этой стороны открывается, входит мужская процессия, с другой стороны, так сказать, женская. И они подходят как раз вот к этим бордюрчикам, одновременно открывают бордюрчики. У нас с вами вся кровать запахнута пологами. А если он говорит, а я не хочу вставать, хочу спать дальше? Нет, знаете, короли, люди были очень дисциплинированы, поверьте мне, это не как сейчас, так сказать. Ну вы на кого? Вы знаете, мой бывший шеф в нефтянке раньше 12-й не появлялся на работе, но, правда, он и уходил не раньше 12-й. Вот с королями все было наоборот. Они заканчивали государственные дела очень быстро. Они в 4-5 уже все, цыгель-цыгель, до свидания. Зато они уходили всю ночь, но с утра пораньше они вставали в 7 утра. Кстати говоря, он спокойно вставал в 7 утра, а люди в 14-е, как бы он не был лежебок в этом плане. И входят две процессии, открывают они пологи, и мужская профессия, извините, процессия, ее возглавляет кто? Самое, так сказать, главное лицо в государстве после короля. Это обычный его младший брат Филипп Орлянский, который всегда завидовал своему брату, что он старше, что он, так сказать, сел на престол и так далее и тому подобное. Он был гомосексуалистом и отравил свою первую супругу Генретту Англисту. Кстати, а что ему еще делать с женщиной? Его твою роду тоже пузырь, то есть как бы там все это было перемешано. И он, скажем, Филипп Орлянский подает тазик с водой, потому что нужно ручки помыть. Затем за ним идет уже, так сказать, по рангу, вся остальная знать, и каждый что-то несет, кто-то рубашку, кто-то, так сказать, там, извините, кальсоны. А спали как голыми в то время? Нет, в рубашках спали. Без трусов? Трусы появились очень, намного позднее. Да, это появляется уже, грубо говоря, накануне революции, так сказать, трусы вот эти вот. Трусы, это знамя революции. Да, причем трусы были только у знати. Это было очень дорого, считалось вообще, так сказать. Санкюлоты? Санкюлоты, это трусы, это без подштанники, грубо говоря, это была, так сказать, гладьба и так далее. Беспортошная. Беспортошная, вот точно. И идет этот туалет где-то, ну, 40-45 минут. И, естественно, что король, который выспался и так далее, всегда, так сказать, можно у него что-то попросить и так далее. Но, который 14-й был очень хитрым. Он всегда говорил, я подумал. И уж только затем он, как бы, уже, так сказать, ну, выдавал свой бердикт. Вот уже когда ему вытирали, ну, пришел в голову. Выполнять не выполнен. Как раз вот во время, когда щелчок, я согласен. Смотрите, пожалуйста, здесь маленькую потайную дверку, видите, да, вот с вашей левой стороны, видите, прямо очертание. Это дверка, да. Это дверки. И вот такие дверки обычно были гардеробные и для туалетных, ну, как туалетные комнаты. А вот эта вот дверь тоже скрытая, видите, вот за голубым креслом, да, скажем, вот так вот. Это как раз, как вы, господи, не ворот, а дверь. Дверь, которая вела вот в ту маленькую комнату, которую мы с вами видели. К камердинеру. И очень часто, повторяясь, 2-14, который не мог согреться в этой комнате, уходил через эту комнату, то есть, к самому камердинеру. А камердинер на пол. Да. Что было, что интересно. В процессе заходит, короля нет. По крайней мере, такая официальная версия. Да, господа, у нас с вами здесь нету уже каминов селерий. Сейчас мы посмотрим, где находится камердинер. Вот там была дверь, здесь он проходил метровую стену, и здесь спал камердинер. Вот такая маленькая, но зато длинная кровать. Там дрова, там вообще какой-то выход потаенный. Но это, наверное, портрет самого этого камердинера. Вот с такими чуваками спали французские короли. Ты принимал своих гостей, здесь играли в карты, здесь, так сказать, была музыка, иногда танцевали и так далее. То есть, здесь тратали время. Именно посмотрите на размеры этой комнаты. Конечно, для лиловика 4-го государства это я, это было мама. Именно поэтому он начинает строить свой камердинер садис, потому что здесь у них тесно. Что у нас вот здесь интересного? Господа, говорящие портреты, я очень люблю именно эту комнату, потому что здесь как раз садим настя. А погодите, президент Зоя, а почему сцена вот эта? Зачем она? Или это новодел? Я объясню. Это новодел, естественно, это новодел. Как раз этим летом здесь проводились представления в пятницу и в субботу, показывали как раз сценки и жизнь льдовика 14-го. Поэтому сейчас все закончено. С вашей левой стороны, у нас с вами Станислав Личинский. Это у нас с вами король Больши, который выдает в 1725 году замуж свою дочь, Мария Личинский. Чуть портрет вы видите наверху, вы видите даму в красном. За будущего льду его 15-го. Он как бы уже есть в этот раз. Поскольку льду его 15-й сел на престол в возрасте 5-ти лет. Вы его портрет видите внизу в кромпионном костюме. А ей сколько было? Ей 24. А ему 5 лет? Нет, ему было 14. А ей 24? Да, у них была большая разница. Как интересно. Но дело в том, что когда начали искать приличную партию для будущего монарха, обнаружили, что все либо старые, либо, так сказать, совсем в грудничковом, грубо говоря, в возрасте. Поэтому выбрали, так сказать, не самую престижную принцессу. Однако она хорошо родила детей. У них было семеро детей. То есть как бы она выполнила свою задачу. У них родился сын. Вот портрет вы видите прямо рядом. Это тот самый Великий Дофин. Господа, чей ты Скоридюс мы с вами видели буквально две комнаты назад. И Великий Дофин, он как раз тоже успел жениться, причем два раза. У него родился один единственный сын. Тот самый, который затем будет уже Людовиком XVI. Правильно, которому отрезали голову. А если говорить о Людовике XV и Людовике XIV, это не отец и сын. Это не дед и внук. Это прадед и правнук. Дело в том, что из-за того, что Испания и Франция менялись принцессами, у них начинаются проблемы уже со здоровьем. И все дети Людовика XIV умерли до его смерти. И его внуки, большей частью, уже умерли. И остался только один единственный правнук от самого старшего внука, который и уже садится на престол в пятилетнем возрасте под именем Людовика XV. Вот этот. Да, и из-за него был правил Реген, то есть как бы его, то сказать, дядя, это деда Орлянский. Следующий парад у нас с вами принцесса Дэй. Опять же, парадный парад Рудовика XV. Наверху парады неизвестной дамы. А внизу это Анна Австрийская. Да, ну, не знаю, от кого ты живешь. А внизу у нас с вами Анна Австрийская. Это супруга Людовика XIII и мать Людовика XIV. Вы знаете, Карен, без такой 18 лет можно обойтись. Можно, можно, можно. Очередная серия закончилась, дорогие друзья. Ждем вас у телеэкранов завтра. Я, Сергей Силавин, прощаюсь с вами меньше, чем на сутки. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok